Ташкентская встреча Председатель Совета Министров СССР Гасыгин и министр иностранных дел СССР Громыко встречают государственных деятелей двух стран. Президент Пакистана Мохаммед Аюбхан. Премьер-министр Индии Лал Бахадур Шастник. Ровно в 16 часов по Ташкентскому времени одновременно распахиваются три двери, участники переговоров входят в зал и занимают места за круглым столом. К президенту Пакистана и премьер-министру Индии обращается председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Касыгин. Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, мы рады приветствовать в столице Узбекской Советской Социалистической Республики, в городе Ташкентке, господина Лала Бахадура Шастри и господина Мохаммеда Аюбхана, выдающихся государственных деятелей двух великих азиатских стран, Индии и Пакистана, к народам которых, народу Советского Союза, питало чувство искреннего уважения и дружбы. Советское правительство с глубоким удовлетворением восприняло согласие президента Пакистана и премьер-министра Индии встретятся в Ташкенте, чтобы установить непосредственные контакты в целях улучшения отношений и ликвидации конфликта между Индией и Пакистаном. В своем выступлении премьер-министр Индии Лал Бахадур Шастри заявил, я с величайшим удовольствием от себя лично и от имени своей делегации выражаю нашу благодарность за гостеприимство, которое было нам оказано из-за внимания и заботы, которые были проявлены к нам. Очень теплый прием, оказанный нам жителями Ташкента, глубоко растрогал нас. Мы дали немедленный и положительный ответ на ваше приглашение принять участие во встрече в Ташкенте. Цель установления мира, которая вас вдохновляла, поистине благородна. Мир жизненно необходим и для Индии, и для Пакистана, и более того, для всего человечества в целом. Мы должны попытаться открыть новую главу в истории индийско-пакистанских отношений. Президент Пакистана Мохаммед Аюбхан в своей речи сказал, Моя делегация и я глубоко тронуты горячим и истинным приемом, который оказали нам жители этой исторической и прекрасной столицы Республики Узбекистана. С народом этого района у нас много общих традиций в области культуры, и много воспоминаний о замечательном прошлом. Достопримечательно, что именно этот город был выбран местом данной исторической конференции, на которой, как мы надеемся, мы сможем найти новое направление для нашего будущего, будущего основанного на взаимопонимании, доброй воле и сотрудничестве. Ташкент напоминает о прошлом и в то же время указывает на будущее. После официального открытия конференции на загородной вилле Дурмен в честь президента Пакистана и премьер-министра Индии был дан обед председателем Совета министров СССР Косыгин. Переговоры лидеров двух стран начались. На вилле Дурмен состоялись их первые встречи с глазу на глаз. От исхода этих встреч зависело будущее 600-миллионного населения полуострова Индостан. Переговоры были сложными и трудными. Тяжелое наследие, оставленное колонизаторами, долгие годы омрачало отношения между соседними странами. Премьер-министр Индии Лалбахадур Шастри посетил Институт Востоковедения Академии Наук Узбекистана. Директор Института Сабахата Зимджанова представила премьер-министру Индии известную узбекскую поэтессу Зульфию. Лалу Бахадуру Шастри были преподнесены в дар научные труды. Премьер-министр Индии сердечно поблагодарил сотрудников института. Во время посещения Таштентской мечети премьер-министра Индии заинтересовали древние мусульманские манускрипты. Переговоры продолжались по просьбе премьер-министра Индии Шастри. С ним несколько раз встречался председатель Совета Министров СССР Косыгин. Вновь члены делегации встречаются за круглым столом в Доме правительства Узбекской Республики. Согласие обеих сторон Алексей Николаевич Косыгин открывает заключительное заседание. Генеральный секретарь Таштентской встречи Земсков зачитывает текст Таштентской декларации. В этом документе высказана твердая решимость восстановить нормальные и мирные отношения между Индией и Пакистаном и содействовать взаимопониманию и дружественным отношениям между их народами. В декларации подтверждается обязательство двух стран не прибегать к силе и решать свои споры мирными средствами. Наступает исторический момент. Президент Пакистана и премьер-министр Индии подписывают декларацию. Алексей Николаевич Косыгин тепло приветствует лидеров двух стран, поздравляя их с успешным завершением переговоров и подписанием декларации. Так закончилась историческая встреча в Ташкенте. В тот же день весть об успешном завершении переговоров облетела весь мир. Народы всех континентов приветствуют итоги Ташкентской встречи. Они выражают свои надежды, что Ташкентская декларация откроет путь к миру на полуострове Индостан и послужит важным вкладом в дело укрепления мира на Земле.